Всем привет и доброе утро! Мы с вами продолжаем, ребятки, прохождение нашего The Hunter Call of the Wild. Нас сегодня ждут новые свершения, новые приключения и, конечно же, надеюсь, новые трофеи. Кстати, о трофеях. Давно мы с вами хотели купить дом для трофеев, и давайте мы это сделаем. Я, кстати, еще ни разу там не был, я даже не смотрел, как он выглядит на каких-то других видосах, поэтому для меня это, наверное, будет сейчас что-то нечто интересное и новый экспириенс. Ну что ж, создать дом. Так, дома у нас с вами созданы, а осталось теперь только посетить его. Мать моя женщина, серьезно? Нифига себе, вот эту мою хатку-то приобрели. Слушай, шикарно выглядит, просто. Так, режим редактирования здесь еще у нас есть. Хорошо, это все замечательно и здорово, но давайте сначала... Так еще хрустит паркет под ногами, это пипец. А мы на улицу, я так понял, выходить не можем. И ты посмотри, у нас еще, главное, такая статуя, там какой-то оленя стоит, да? Ни хрена тут комната у нас. Слушай, ну классно, реально классно, прям не ожидал. Ну, удивили. Я понимаю, что, наверное, уже все знают про это обновление, я, наверное, даже фиг знает, когда оно вышло, но... Черт, это интересно. Так, режим редакти... Режим редактирования еще аж издеть можно. Ты смотри, мы здесь можем размещать свои трофеи. Включить, выключить. Ни хрена себе, как мы тут можем комнату модифицировать, а? Слушай, ну это эпик. Я предлагаю начать, наверное, конечно, с холла, да? Это будет правильней. Самое интересное вообще... Да и вообще начнем просто с него. Будем все самые жирные трофеи здесь выкладывать. А вообще можно, знаете, как сделать? Прямо по регионам. Предположим, какие-то хищники в одну сторону, всякие олени и косули в другую сторону, птицы там какой-нибудь наверх, ну и так далее. Так, что у нас здесь вообще есть из размещения? У вас нет трофея, который можно здесь разместить? Ты нормальный вообще? В смысле где-то? Я же здесь... Ага. То я... Короче, я понял. В общем, все, что я сказал, только что вам забудьте. Здесь игра совсем по-другому работает. Она сама, короче, нам будет говорить, что можно и где разместить. Понятно? Понятно. Значит, у нас с вами есть серый волк, степной бизон. Ну, давайте, наверное, для бизонов сделаем отдельную комнату. Вот здесь у нас влезет где-нибудь? Нет. А, у нас там не влезают. Слушай, ну тогда бизонов давай вот в большой холл здесь разместим. Это будет круто. А, понятно. Здесь только волки. Юперный теремок. Ну, как так-то? Хорошо, а наверху пойдем посмотрим. Не, а что наверху? А нам вверх пока не интересен. Но просто хотя бы посмотрим, какие там у нас площади. Вот здесь, теоретически, наверное, бизон может влезть, да? Здесь только серый волк. Ну, ладно. Все, тогда начинаем с того, как есть. Значит, здесь размещаем наших двух товарищей и степной бизон. Разместить трофей. Охрененно. Вообще, на самом деле, вот здесь нужен бизон еще один. Вот, однозначно. А мы можем, кстати, там их менять, интересно? Ну-ка. Можем. То есть, короче, у нас здесь будет два бизона. Однозначно. Здесь кто у нас размещается? Здесь никто из тех, кто у нас есть. А голову как мы будем вешать, интересно? Понятно. Тоже никак, пока голов нету. Так, бизонов мы не трогаем. Здесь есть кто-то размещается? Серый волк, карибов. Ну, понятно. Лось. Это все не то. Так, ладно. Погнали теперь вот сюда. Здесь размещаем наших волков. Первый разместить трофейчик. Белый, кстати. И все, да? Головы мы ставить не будем. А статуэтки тоже, конечно. Я так полагаю, это для зайцев, наверное, да? Для мелочи основной. Хорошо. Тогда здесь ставим лося. С счетом 788. Разместить трофея. Да, здоровый товарищ. Здоровый. Так, дальше. Значит, кого мы где еще можем накинуть? Кто у нас здесь встанет наверху? Карибу. Да? Лось у нас уже с вами есть. А, только мы поставим карибу вот этого. 586. Хотя бы, дожди, стоп, отмена. А где у нас еще он может влезть, чтобы было побольше места? Здесь у нас он встанет. Здесь не встанет. А вот в этих двух местах, наверное, точно встанет. Нет, вот здесь тоже не встает. А здесь карибу встанет. Очень надеюсь, карибы вообще всякие мелкая и средняя живность. У нас вот здесь будет размещаться, да. Вот этого товарища мы ставим тогда вот сюда. Шикардосно. Второго мы поставим напротив вот здесь. А, ну или в том питочке. Вот он. Да. Короче, значит, здесь мы будем всяких оленей и лосей размещать. С правой стороны, вон там у нас будут находиться хищники. Снизу у нас будут бизоны и вообще весь крупняк. Волков там передвинем отсюда. Ну, слушай, прикольно сделано. Прикольно реализовано. Конечно, так прийти, посмотреть, полюбоваться. Не более чем. Ну-ка, выключаем режим. Во. И у нас так теперь все это дело становится. По-моему, прикольно. Реально прикольно. Но наш план, конечно, не изменится. Все, тогда возвращаемся на задание. Пошли, постреляемся. Здесь, в принципе, уже все ясно. И здесь оставаться нет смысла. Поглядится, что-то на улицу меня не пускает. Это херово. Так, ну что. Мы с вами вернулись на нашу территорию. И смотрим, что у нас с вами есть по заданию. Так, служба технической поддержки. Одна из команд исследователей попросила нас помочь починить их радиооборудование для отслеживания животных. А, кстати, как раз-таки это наша цепочка заданий, да? Также осмотр Карибу. Но мы сделаем следующим образом. Возьмем карту просто. И то, что есть поблизости, мы туда и отправимся. Кстати, начнем мы, наверное, с этого зеленого знака вопроса. Ибо, возможно, там что-нибудь есть для нас интересненькое. Может какая-то достопримечательность или вышка. Кстати, стоп. А что мы с вами поздоровались? С утра было солнышко замечательное. А сейчас сколько у нас времени? О, я слышал. Я слышал. Так, а время у нас сейчас 13 часов. Нет, мне не нравится это время. Давайте уйдем на 8 утра. О, да. О, да. Не особо, конечно, посветлело, но... Но ладно, что поделать. Нифига так две ветки торчали. Я думал, это рога какого-то оленей или какой-то другой живности. Ты смотри, только вышли. И сразу снежок пошел. Ну, ляпота. Ляпота просто. Сейчас, смотри. Можно даже обратить на это внимание. И буквально, смотри, видишь, появляется такой легкий иний. Да, иначе... Такое ощущение, что кто-то пробежал рядом с нами. И все белеет. Прямо на глазах. Очень классно сделано. Прямо. Вон он идет, смотри. Он видел? В мальчика. Прямо шикарно. Прямо шикарно. Тут целое стадо. Целое стадо, мать его. Он упал? Он, по-моему, упал, да? Или он ушел? Сейчас порадим, посмотрим. У нас там сзади кто идет? Девочка. Одни девчонки здесь. Одни девчонки. Так, мужик, мужик. Девчонки. А где мужик-то, кстати? Ни одного больше нету, что ли? Единственное, успел выцелить и все. А, вон еще идет, смотри. Тоже дама. Прямо на нас сейчас, походу, кто-то выйдет. Смотри. Вот он. Тоже девчонка. Эх ты. Слушай, ну тут целое стадо прям огромное. Этого мы хорошо отваншотили. Он прямо сразу слег. Вроде прицелились на старте. И прямо, получается, между копытом его в легкой должно было все сбубинить. Вот так хочется это сделать. Ну вот прямо так хочется. Но уровень маленький. Девчонка. Нет, ну мы с вами договорились. И мы все-таки сами люди слова не будем сами себе изменять. И поэтому мы будем придерживаться правил. Слушай, ну неплохо. Это был хороший выстрел, на самом деле. Это был хороший выстрел. Так, только надо тебя забрать. Во. Так, подожди. Как тебя забрать-то? Алло, Вася. Во. Серебро. Да. Между копытом сразу ему прошло желудок. Левая легкая. То есть это была фаталочка. Он прошел буквально 100 метров. Да. Какие 100 метров? 10 метров прополз и сразу забрался. Нам как раз-таки требуется сейчас чучело Бизона. Вот он наш красавчик. Ты и подъехал. Мы тебя, друг, забираем. Ну а все остальное стадо у нас уже, естественно, разбежалось. Слушай, а знаешь что? Давай посмотрим. У нас... А, вышка у нас открыта. Да? Я просто увидел, вон там у нас стоит вышечка. Думал, вдруг на нее есть смысл будет сгонять. Но нет. Смысла никакого. Поэтому отправляем. Так, я чуть потерял знак вопроса наш. А, вон он туда. Вот дела. Там такие две черные штуки идут. Я думал, это фуникулер какой-то едет. Думаю, ну нифига себе, разработчики добавили. Мы тут про квадроциклы, про снегоходы все разговаривали. Тут хряси фуникулеры появились. Хотя, в игре есть поезда. Вы их уже видели на стриме, там на серии. Поэтому это нечему удивляться. Но то, что мир оживает, это круто. Это реально круто. Что-то я знаете, что забыл? Из чего мы сейчас этого Бизона-то вообще подстрелили? По-моему, из 300-ки, да? Да, из 300-ки был как раз-таки один-единственный выстрел. А потом я как раз-таки на 338 переключился. Думал, мало ли. Кстати, я снял оптику, надо ее обратно повесить. Вот так вот. Ну, хорошее начало. Хорошее начало, ничего не скажешь. Если так и дальше будет, то это, в принципе, прямо будет серия жирненькая. Кстати, ребята, я не покупал львов, да и вообще всю эту саванну. Что думаете, есть смысл делать по ней прохождение отдельно или нет? Или достаточно пока у того, что есть? Если... А, это птица. Если вам достаточно нашей Аляски, то ок. Ну, а если хотите, или, может быть, потом, после того, как Аляску пройдем, пойти на саванну, как вариант. Мне-то покайфует игра все равно. Вот. Просто зависит от вас, интересно вам это все смотреть или нет. Ты посмотри, как. Охрененно сделано. Просто облака переливаются с горами. Это круто. Это очень круто. Слушай, а там кто-то есть у нас на этой поляне вообще? Ну-ка сейчас посмотрим, где наш телефон мобильный. А, походу, здесь никого и нема. Ну и ладно. Что-то мне подсказывает, скорее всего, да? Тут у нас будет вышка. Да? Ну, засидка какая-то. Что-то из таких. Сомневаюсь, что здесь будет какая-то точка достопримечательностей. Смотри, как солнце переходит на горы. А вот здесь вообще не могу понять, это гора или это... Да ладно, ни хрена себе, ты посмотри. То есть, как бы, вот здесь горы, окей, воспринимаются вот как они есть. А ты посмотри сюда, ты просто посмотри. Вот это досюда. Вот это, видишь, верхушка. Верхушка нашей горы. Охренеть, здесь массив создан. Это просто круто. Нет, ты посмотри. Просто реально посмотри, как здесь это передано, само величие горы. Блин, я что-то в шоке прямо сижу. Просто что, Хершилд, Лейтон, да и... Кто-то у нас была еще, господи. Ну, все остальные карты, которые у нас выходили, у нас не было прямо такого массива. А здесь как бы он воссоздан. Это круто. Может быть, конечно, у большинства из вас уже это не вызывает никакого удивления. У большинства, наверное, уже глаз замыли, особенно те, кто играет в эту игру 24 на 7, ну или хотя бы раз там какое-то количество времени. Но, учитывая, походу, как у меня была пауза, как у меня было охотничье воздержание, то, наверное, для меня этот... Да тут охренеть, какие горы-то, посмотри. Ты просто на это посмотри. Вот эта гора, короче, это такие стандартные горы, которые были раньше. И ты посмотри на эту охренеть огромную гору. Жесть, просто жесть. Она бесконечно туда упирается, смотри, вон. Она уходит туда. Эпик, это просто эпик. Вы, конечно, ребята, извините моего этого детского восторга, но это реально круто. Все, открываемся. Как я всегда говорил, красота в простоте. Вот здесь это вроде кажется просто, но это нереально круто. Волки, да, волки, я вас слышу, я к вам иду. У меня стволы уже на взводе и нервы, как иголки. Поэтому это как в песне пойдется, да? Со мной мои волки и нервы, как иголки. В общем, я готов, оптика снята. Если вы бежите... Кстати, палатка номер 6 у нас, по-моему, да? Палатка номер 6, да, палатка номер 6. На кнопку, в смысле, нажимаешь шестерочку и... Соответственно, тогда уже попробуем быстренько ее расставить. Так, дальше двигаемся. Давайте, наверное, зайдем вот до этого озера. Там, скорее всего, тоже будет засидка, но, тем не менее, мы знак вопроса откроем. Какие звуки странные в округе. Какие-то птички поют. Кстати, надо, может, на птиц сходить, поохотиться на эту всякую мелочь. Не знаю. Хотя, если честно, когда вот они были у нас, эти гуси там кто или утки, надо было ставить эти приманки, ложиться в эту засидку такую лежачую. Ну, что-то такое мне не очень зашло, если честно. Да, хотя я, с другой стороны, врать не буду. Я не из тех охотников, тем более виртуальных, которые кричали, нам срочно нужны птицы. Нет, я как-то вот за них спокоен был. Я из тех охотников, которые говорят, дайте нам сюда рыбалку. О, о, ой, ой, смотри, ляпота. Ой, ляпота на нас идет. Целых четыре штуки. Успеем? Успеем ли мы забежать? Вот в чем вопрос. Серьезно? Мать его, где вход-то? Во. А я успел. А, вот выкуси тебе. Этот минус у нас будет. Сто процентов. Туда же. Промазал. Это я классно сделал. Это прямо я сделал классно. Смотри. Реально напали на нас. Палатка спасла. Палатка реально спасла. Конечно, сейчас будет хорошим вариантом посмотреть через оптику. Что там, да как там. Но. Вон он, вижу, 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 вижу. Что это за звук? Это палатку так раздувает? Или это кто-то у нас на... Слушай, по-моему, это палатку раздувает. В следующем году, ребята, хочу уехать на Байкал с палатками. Желающие составить компанию Welcome. Я прямо для себя уже точно это решил. Смотри, он бегает. Прямо рядышком. Они прямо ждут. Причем, я так полагаю, скорее всего, одного товарища моих грохнули. Вон он один прошел. Только что хребет появился. Остальные у нас там. Ну так вот, да. Желающие составить компанию. Давайте ВКонтакте можем списаться, обсудить. Конечно, понятно, что еще долго времени и много всего пройдет. Но, как минимум, хотя бы инициативную группу уже можно эту тему мутить. Тем более, надо подбить количество людей и все остальное. Это кажется, что еще долго, а на самом деле время пролетит очень быстро. Так, ну что ж. Что же, что же, что же, что же. Вон они, увидел. Все. Это досвидули. Сразу упала. А где вторая? А, вон еще одна побежала, смотри. Нет, не вижу ее. Странно, куда она делась. Непонятно. Но куда-то она там делась. Ладно, я думаю, можно выходить. Не то там количество волков осталось, чтобы прямо-таки уже истерить на эту тему, да. Мы собрались. Разобрались и готовы. Так, единственное, что давайте сразу сделаем полную перезарядку всех стволов. 86-й красавчик. Вот люблю я этот ствол. Он просто бомбезный. Он наяривает за милую душу. Конечно, 300-ка тоже по скорострелке неплоха, да. По сравнению со всеми стальными стволами. Но. Но 86-й это просто. Вот хоть тут уроку себе делай на руки, да. Там с названием ствола. Но это, конечно, так. Шутка такая. Чисто рофл. Но все же. Пойдем заберем эти тельца. Кстати, по поводу волков. Я вот вообще не парюсь. Мальчик, девочка, дофени. Это агрессор. Кто-то, кто будет на меня нападать. Это тот, кто хочет меня убить. Поэтому на пол не абсолютно фиолетовый. Вот первый, кстати, я вижу. А вот, конечно, стальными. Это да. У нас... О, кстати, их двое. Вот они здесь, смотри. Как раз таки и легли. А третий... Их, по-моему, три или четверо, да, было? Он как раз таки свалил. А это что такое лежит у нас? Хм. Походу там туша какая-то, да, тоже? Глаза так светятся. Так, смотрим. Серебро. Мягкие ткани у нас попало и в лопатку. Это кто у нас? Это самец, кстати. Смотри. Нормально. Давай сделаем чучело. А почему бы нет? Окей. Пускай у нас будут. Я буду, наверное, все, чтобы больше серебра. Серебро и выше брать. А мелочь буду обычную скидывать уже, ну, на все подряд. Так, а где второе тело? Во. Вижу. Сейчас его и заберем. А это у нас самка. Ну, самка у нас обычная. Поэтому просто принять и все. Погнали дальше к озеру. Вроде основных товарищей, которые на нас хотели сделать покушение, мы разогнали. Нам особо волноваться здесь больше, наверное, и нечем. Знаете, вот как сейчас гулять здесь по этим лесам и поймался на мысли, что мне эта территория вот прямо очень сильно, ну, если убрать снег особенно, да, напоминает Псковскую область. Там есть полигоны, как раз, где проводят учения. И вот вокруг этого полигона, вот примерно какой-то такой же, знаете, можно сказать, биом, такое же количество растительности. А также примерно раскинуты деревья. И деревья, в принципе, точно такие же. То есть прямо вот чем-то очень напоминает. Хотя я читал, ну, некую литературу. Вообще Аляска, она огромное количество напоминает разных территорий, которые разбросаны по всей территории, ну, по всему шарику. То есть постоянно кто-то где-то что-то видит с чем-то, какие-то сравнения. Это такое, знаете, некое удивительное место. Слушай, что-то здесь какие-то звуки странные. Давайте-ка мы оптику снимем, на всякий случай. В 86-ю сплочу, вдруг волки вылезут. Кстати, интересно, они здесь вообще просто выбегают, нападают или все-таки их заранее слышно? То есть какой-то там какой-то вой. Слышит, кто-то лаял. О, лисица. Да, только я своим столом попаду, ее разверну наизнанку. Поэтому трогать ее не буду, да еще тем более девочку. А, это у нас кто такие там стоят? Два серых волка. Так, ну они на той территории, конечно, я могу вроде оттуда долбануть и их как-то вынести. Ну, я за... Ой, смотри, там еще лось гуляет. Я туда просто за самой тушью не побегу. Ну, тупо лень. Реально в данной ситуации тупо лень. Меня просто курс вообще держит в другую сторону. Я и так уже отклонился достаточно не кисло. Смотри, а мне интересно, а как сейчас поведут волки? Смотри, на них бегут прямо стадо лосей, да? А волки что? И Бизон начинает гулять наверху, смотри. А волки либо сыты, либо им насрать. Извините за мой французский. Кстати, вообще кто-то из вас вообще, кто играет в эту игру? Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы видели, чтобы волки нападали на, там, не знаю, какую-нибудь косу или там куропатку? Без разницы, на кого хоть на рыбу бросались. То есть на какое-то другое животное. Лось, олень, без разницы. Или они все-таки статичны по отношению к другим живностям? Ну, к другим животным. У меня такое прямо странное ощущение, что, скорее всего, так оно и есть. Хотя, смотри, вон они. Выдвигаются в сторону одного. Слушай, может они тут здесь так АИ настроены, что они нападают на одиночку? И, смотри, вон лисица еще идет. Слушай, интересно. Реально интересно. Нет, я думаю, скорее всего, это так не работает. Скорее всего, это так не работает. Много, конечно, животных здесь, да? На водопой приходят. Прямо реально много. Ну, волки манят, манят. А, ну-ка, смотри. Не, ну это, ну, они должны были на него напасть уже. Они прямо находятся, смотри, на одном квадрате, да? Справа, слева. Маленький, молодой, да еще и хромой. Мы, конечно, можем спровоцировать этого лося, чтобы он побежал в их сторону. Как вариант, кстати. Смотри, давай попробуем. А, он разворачивается. Я думал, как-нибудь дать ему не сильный, нанести не сильный ему урон. Хотя, давай вот здесь ему нанесем. Сейчас он развернется к нам бочком. Мы отсюда долбаним. Хотя, давай попробуем прямо здесь сейчас. Сейчас в лапу ему додолбануть. Во. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Быстрее, быстрее, быстрее. Фотик. Нет, им насрать на него. Смотри, им насрать. Они между собой играются. То есть, как бы, животные, где друг другу не подвязаны. Я не знаю, кто это, что это за лось, что это за порода и пола. Ребята, да это не имеет значения. Это чисто экспериментальный был выстрел. Поэтому на эту тему не обращайте внимания. Ну, ясно. Все. Вопросы сняты больше. Больше их нету. Даже, как бы, не были с этой волки в зимних таких снежных условиях, они бы, по-любому, напали. Тем более, когда учуяли бы кровь. То есть, подбитое животное. Это для них, ну, это просто ультра-халява. Значит, здесь это не работает. Значит, здесь животные не враждают друг другу. Хотя, вроде как говорится, что звери не едят зверей на водопое в мир. Но, но я думаю, все-таки, да, это так не работает. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, серьезно? Ты посмотри, что творится. Волки прямо здесь. Я только хотел дойти. Они прямо сюда выбежали и втихаря. Ты посмотри, какие наглые. Во дают. Ашизеть. Просто ашизеть. Прямо рядышком с нами где-то. Ты видел, да? Причем он был не один. Их целая стая. И я их случайно заметила. Вот из-за этого камушка. Точнее, из-за этой травинки. Черный хребет промелькнул. И они прямо в нашу сторону побежали. Слушай, палатка спасла. Прямо реально спасла в этом плане. Только вопрос, как далеко они ушли. Я ее расположил. Не совсем в удобном месте. Видишь, под уклоном. Такой уже в некой низине. Не самый лучший валик. Потому что я не вижу, что там происходит. Выходить-то, конечно, ну такой себе. Ну, вариантов немного, конечно. Давай мы, наверное, раскладывать ее не будем. Осмотрим сейчас территорию. Ну, конечно, знаешь, что мы можем сделать? Мы можем сделать выстрел. Соответственно, спугнуть их отсюда всех. Но самая проблема в том, что мы спугнем не только волков, но и всех остальных животных. А вдруг какая-то интересная будет трофей проходить? А вдруг бриллиант будет гулять? Да. Поэтому не особо хотелось. Ладно, собираем. А это лиса. Серьезно? А я по ней не попал. Вообще пофигу. Или попал? Попал, подожди. Да, я по ней попал. 25.50. То есть она где-то сейчас должна уже лежать. Надо забрать. А, вон ее, вижу ее. Был хороший, кстати, выстрел. С 86-го. Ну. Тут особо, наверное, нечем гордиться. Да, обычная бронза. Но мы ее все равно забираем. Сделаем чучело. Так как у нас с вами нету этого. Как-то даже не посмотрел, куда я и попал. Твою первую бабай. Опа, а это волки? А, это... Это... Господи, ну ты такой хоть что-то можно отвесить. Ты посмотри. Правда, не знаю, кто это. Но это понятно, что... Далеко не самый интересный для нас персонаж. Так, что у нас здесь? Надо было найти... Да ладно. Ты смотри, что висит. Охренеть. Целая туша. Так, где наша трехсотка? Вот она. Давай-ка посмотрим. Здесь распотрошен... Так, похоже, до оленей добрались волки. Но что-то заставило их прервать трапезу. Берите ошейник и можете оттуда уходить. Вот ошейник. Отлично, забрали. Думаю, на этом все. Лучше покинуть это место поскорее, пока никто не вернулся за добавкой. Исследователи разбили лагерь в опорном пункте Медное озеро, так что можете отнести ошейник туда. Самих ученых вы там, может, скорее всего, не застанете. Они постоянно где-то гуляют. Слушай, ну круто. Реально классно сделано. Так, а сколько нам туда пилить? 900 метров, да? Получается. Медная река. Хорошо, мы сейчас посмотрим, давай-ка, по заданию. Это как раз служба технической поддержки. И нам отправляться надо вот досюда. А, ну слушай, ну мы можем убрать, в принципе, точку и спокойно оттуда добежать. Но все-таки пока будем двигаться, надо быть очень внимательным и очень аккуратным, чтобы, опять же, не нарваться на это дикое непонятное дамочка. Да, это непонятное собрание волков, потому что, ну, они в этом кустарнике прямо хорошо очень прячутся. Они здесь, походу, чувствуют себя как дома и отыгрывают прямо на 100%. Как в инвизе гуляют. Кстати, кроме волков здесь еще... Комфортно себя чувствуют эти дамочки. Я, по-моему, промазал, да? Причем люто промазал. Девочка, ну и все, мы за ней не пойдем. Тихо. Снизу бегает. Вот я тебе говорю только про лисицу, вспомнили, да? Она себя здесь чувствует комфортно. Она здесь себя чувствует охеренно. Ну и кто же ты, дамочка? А что, я что, невидимый стал? Ха-ха-ха, серьезно? Ну, гуляйте, гуляйте, девчонки, гуляйте. Может быть, лисица, кстати, пошла к тому месту, где был ошейник, да? Там все-таки лежала туша. И поэтому, как вариант, она может пойдет немножечко по трапезничать. Кстати, да, заговорили еще про 86-ю. Надо не забыть обязательно в магазине пополнить запасы патронов. У нас осталось всего лишь 59 штук и 4 уже загруженных. Здесь 95 на 338-й и на 300-й 130. Ну, нормально, в принципе, пока хватает. Но все-таки 86-я у нас такая основная боевая единица, особенно для отстрела. Пополнить надо хотя бы больше сотки, чтобы было. Смотреть, что там у нас находится. Какое-то огромное строение, фабрика какая-то, да? Надо будет обязательно туда там сходить, посмотреть. Прикольно, реально круто. Обязательно туда сходим. А, ну вот мы с вами и почти что добрались уже до нашего опорного пункта, да? Как раз где наши ученые. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что нам тут оставили. И что нам тут сейчас интересного расскажут. Я знал, что могу на вас положиться. Вы становитесь моей правой рукой в этих лесах и, должен сказать, я впечатлен. Такими темпами я сегодня успею до заполнения всяких бумажек добраться. Знаю. Таким вещам обычно не радуются, но если я управлюсь бумажной работой, то смогу найти время повидаться с женой в этом месяце. Так, ага, пока не забыл, я дал ваш номер Оскару. Он руководит исследованиями этой конкретной популяции оленей. Мы с ним хорошо ладим, но вам до него идти ближе. Может он вам даже уже звонил с какой-нибудь просьбой. Он прошлым летом себе колено повредил. Так что немного выбиться из графика. Так, но пока еще нет. Но мы сейчас сначала откроем территорию, а потом уже будем заниматься вопросами с этим Оскаром. Когда я недавно пролетал над рудником Мильверду, тот заметил на его территории людей. Весь комплекс закрыт для посетителей заказника, но все равно находятся те, кто хочет полазить по его постройкам. Я хочу, чтобы вы отправились сюда и проверили, что это место все еще безопасно. Я даже понял, про что идет речь. Как раз и про то самое, куда мы с вами смотрели. Здания рудника были запечатаны еще в 30-х годов прошлого века. Иногда туда забредают заинтригованные туристы, но увидев знак проходит распрещен, они обычно делают пару снимков и уходят. Угу. Ну, это предупреждение в первую очередь для туристов. И висит. Мы стараемся следить за рудником, но не занимаемся его ремонтом. Если кто-нибудь там поранится, то пусть приближается до ближайшего... То путь до ближайшего прункта будет долгим. Вы там тоже будете осторожны, к слову. Да, окей. Блин, я не успеваю. Были разговоры о том, что превратите этот рудник в музей, но на его реновацию потребуются запредельные затраты, не говоря уже о том, что к нему придется что-то там еще сделать. Я только... Только хотел мысли, короче, сказать, и он начинает болтать. У меня есть, короче, пару мыслей насчет того, как мы можем быть... Кто может быть нашим нарушителем? Несколько дней назад двое мужчин вошли на территорию заказника, чтобы поохотиться, но они были с местным гидом. Он, короче, человек там какой-то надежный. Другая известная мне группа киношники приехали сюда снимать документалку о народном фольклоре. Судя по всему, они всю Америку объездили, пытаясь найти монстров-пришельцев и всякая, короче, в таком духе. Само собой, в наших краях полно всяких историй, начиная с мифов народов Аляски и заканчивая байками о пьяных золотоискателях. Но за свои 20 лет здесь я разве что Бигфута видел. В церкви. Два раза. Все? Неужели? Да, в общем, нам надо будет, походу, отправиться на тот рудник, и это будет чертовски интересное приключение. И обязательно мы это с вами сделаем на следующей серии, если вы этого захотите. Поэтому не забывайте подписываться на канал, втекать ролик, лайкосик, а я сейчас с вами попрощаюсь, и до новых встреч всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok